Пророк Мухаммад 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 Вода появилась между его пальцев Между плотью и кровью И это более удивительный Чем появление воды из тверды Из скалы, из камня Если пророк Иса Вылечил слепого Читая дуа Прося у Аллаха Об исцелении для этого человека То пророк Мухаммад Вернул зрение одному человеку Своей рукой И это гораздо более удивительно Чем то, что происходило У пророка Иса И чудес пророка Муса Это когда Он с большим Количеством своих последователей Вышли из Египта От угнетения Фирауна Который угнетал мусульман Они ушли от них Для того, чтобы остановить Это угнетение И по дороге В пути Этот народ захотел Пить Испытывал сильную жажду То Аллах Субханаху Повелел пророку Муса О том, чтобы Он ударил посохом О скалу О камень И пророк Муса Алейхиссалям Ударил О скалу И сказано Из нее появилось Двенадцать родников Которые он Разделил между этим народом Это было чудо Пророка Муса Алейхиссалям Из Чудес пророка Иса Это то, что Пророка Иса Он возвращал слепым От рождения Зрение Читая дуа И это особенность Для пророка Иса Ведь в тот период времени Была очень сильно Развита медицина Гораздо сильнее сказано Что Даже чем сейчас И лекарское дело И чудом для пророка Иса Алейхиссалям Было то Что эти Лекари Не могли лечить Эту болезнь Этот Недуг Слепоту А пророка Иса Возвращал слепым От рождения По воле Аллаха Субханаху Вата'аля И это необычное явление Это доказательство того Что пророк Иса Он пророк и посланник Бога Более грандиозное Чем это Произошло у пророка Мухаммада Салла Аллаху Алейхиссалям Рассказано От Джабира И этот хадис Передан Имамами Аль-Бухарий И Муслим О том Что однажды В день Сражения Которое Называлось Худайбия Народ испытывал Очень сильную жажду И когда они пришли К пророку Салла Аллаху Алейхиссалям Они увидели Что у пророка Есть в руках Сосуд В котором есть Вода Для того Чтобы совершить Вуду Омовение И пророк Салла Аллаху Алейхиссалям Увидел Изнеможенные лица Людей И задал им вопрос Что с вами На что люди Ответили Что О посланник Аллаха Кроме этой воды Которая есть У вас в руках У нас больше Ничего нет То тогда Пророк Салла Аллаху Алейхиссалям На глазах Многих людей Погрузил Свои благословенные Руки В этот резервуар И люди Увидели Как между пальцами Пророка Забила Ключом Вода Забила ключом Имеется ввиду Она выходила С большим Сильным напором Как родник И люди Видели это Своими глазами Подходили Пили эту воду Совершали Омовение А когда Затем Они рассказали Эту историю Другой группе людей Им был задан вопрос А сколько же вас было То они сказали Даже если Нас было бы Сто тысяч человек Нам хватило бы А нас было Тысяча пятьсот человек Также передано От имама Аль-Бай-Хакий В его книге Которая называется Доказательство То что Однажды Во время Одного сражения Которое называлось Бадр У одного Сахабий У одного Сподвижника Которого звали Катада Выпал Во время Сражения По причине Ранения Из глазниц Глаз И повис На нерве И висел На щеке То после Сражения Он начал Советоваться С людьми И они решили Отрезать Этот глаз Потому что Он выпал Из глазницы И висел Просто на одном Нерве То когда Решили делать Это Кто-то Посоветовал Им посоветоваться С пророком Саллаху Алейхи И они Так и сделали И сказано Что когда Пришли к пророку И сказали Пророку О том Что они Хотят сделать Это Пророк Сказал Не нужно Подозвал Этого Сахабия Катада И вернул Ему Своей Благословенной Рукой Этот глаз В глазницу В то место Откуда Он выпал И сказано Этот глаз Так хорошо Прижился Что впоследствии Этот человек Катада Он уже Сам не мог Разобрать Какой же Глаз Получил Ранение По причине Баракята Пророка Саллаху Алейхи Это необычное Явление Это более Необычное Явление Чем то Что происходило У пророка Иса Алейхи Салям Когда он Читал дуа Для того Чтобы Аллах Субханах Ударовал Слепым От рождения Зрения Также Передано Об одном Пастухе Который Пас Своё Стадо И на стадо Баранов Напал волк Сказано Что этот Человек Этот пастух Он встал Между волком И бараном Этот волк Сел На задние лапы И на человеческом Понятном Арабском языке Начал разговаривать С ним И сказал Разве ты не боишься Аллаха Который Даровал мне Этот рызок Раз ты встал Между мной И моим рызком То что даровал мне Аллах Как пропитание Этот пастух Сказал Удивительно Волк сидит И разговаривает Со мной На человеческом языке Волк Сказал ему Следующее Я расскажу тебе Более удивительное Чем то что происходит Со мной И сказал ему Что в Медине В городе Медине Есть посланник Аллаха Мухаммад Который Рассказывает Вести о предыдущих Народах Этот человек Этот пастух Пошел в Медину И нашел Пророка Мухаммада Салла В ответ На это Ты сказал правду Воистину Один из признак Из признаков Конца света Это то что Животные будут Разговаривать с людьми Что касается Необычных явлений Которые будут Происходить У Масиха Даджаль Этого Лже мессии Который Появится Ближе к концу света И это будет Один из больших Признаков Конца света Сказано что Это будет Самая сильная Фитна Самая большая Фитна Которая Была И будет За историю Человечества Сказано что Очень много людей Отступят от Ислама Пускай Аллах Дарует нам Умереть на Истинном пути Аллахума Амин Сказано что Этот хабиев Он будет Называть себя Богом Сказано что На его руках Будут происходить Очень необычные Явления Сказано что Если он скажет Дождю Лейся То пойдет Дождь Сказано что Если он Скажет растению Расти То растение Будет на глазах Людей Вырастать Сказано Он будет Расчленять Людей На части А затем По воле Аллаха Оживлять Их Но это Не в доказательство Того что Он правдив А это Как испытание Для человечества Для человечества Как испытание Как испытание Для человечества И об этом Нас Предупредил Наш пророк Саллаллаху Алейхи Саллаллаху Среди Он является Чудом Что является Правдивым От того Что является Заблуждением Неправильным Поскольку Верующий Он на истинном пути То Он может Отличить Истину От заблуждения Ученые Сказали Не смотри На того Который Ходит По воде Или летает По небу А ты Смотри На убеждения Которые У него И чему Он учит Если человек Учит Заблуждение И у него Происходят Необычные Явления То это Не признак Того Что этот Человек Достойный Это не В доказательство Того что Он на истинном Пути Это испытание Для человечества Ведь мы Знаем Что есть Джинны И есть Те люди Которые Сотрудничают С джиннами Есть люди Которые Занимаются Магией И выходят На связь С джиннами И они Помогают Им За определенные Вещи И бывают Случаи Что люди Могут Даже С их помощью Летать Или быстро Перемещаться Или ходить По воде Но пускай Это не удивляет Людей Надо смотреть На убеждения Которым Учат эти люди Какие у них Убеждения Если у них Убеждения Противоречат Ла и ла Илла Аллах Мухаммаду То эти люди Не те За кого Они себя Выдают Мудрость Заключается В понимании Истины А не в иллюзиях Передана нам Из истории Предыдущих Народов Что Когда Пророк Муса По повелению Аллаха Пошел Получать Откровение В гору Который Называется Синай Турсина То сказано Что Был один Человек Из его Общины Которого Звали Муса Самарий И сказано Что этот Муса Самарий Его с детства Воспитывал Архангель Джибриль Алейхиссалям А Пророк Муса Алейхиссалям Воспитывался Во дворце Фирауна Который Был атеистом Угнетателем И сказано Что Воспитываясь В доме Этого Угнетателя Аллах Субханах Ударовал Пророку Муса Защищенность И он Со временем Получил Пророчество Он был Завистливый Человек Хотя воспитывал Его Архангель Джибриль Но его сердце Было грязное И когда Пророк Муса Поднялся В гору Для того Чтобы получить Откровение Этот Муса Самарий Он собрал Все свое Золото Которое у него Было Расплавил Его И добавил В этот чан Песок Из-под копыт Лошади На которой Был Архангель Джибриль Когда он Вводил Армию Фирауна В Красное Море На погибель И вылепил Вылил Из этого Золота Тельца Статуэтку Быка И сказано По воле Аллаха Субханаху Он начал Мычать Как живой Это испытание И сказано Этот Муса Самарий Начал говорить Людям Что это Ваш Бог И Бог Муса И сказано Что Очень много Людей Тысячи Из-за этого Попали в заблуждение И Аллах Субханаху Наказал их За это Еще при их жизни Просим Аллаха Субханаху Чтобы он Даровал нам Научиться Отличать Истину От заблуждения Просим Аллах Субханаху Что бы он Даровал нам Сохранить Свои Убеждения До конца Наших дней Просим Аллаха Субханаху Что бы он Даровал нам Послужить причиной, чтобы другие люди исправились и улучшились. Говоря это, прошу Аллаха прощения за себя и за вас.